Вопросы изменения условий жизни на планете рассматривали 23 сентября на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Там были и представители нашей страны. Сегодня мы пригласили на беседу за чашкой кофе Яковс постоянного координатора ООН в Беларуси Санако Самарасинхум. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Главная цель этого саммита, какова она? Генеральный секретарь ООН созвал более 100 глав государств и правительств со всего мира, а также лидеров частного сектора, неправительственных организаций и гражданского общества в Нью-Йорке с тем, чтобы подтвердить готовность подписать соглашение к 2015 году, когда снова будет проходить саммит по климату в Париже. Весь мир намеревается сохранить глобальную температуру, и температура не повысится более чем на 2 градуса. Это самая главная цель данного саммита. Но сейчас проблема климата потепления на планете одна из самых серьезных, актуальных проблем в мире. На ваш взгляд, вот в обсуждении этой планеты, насколько позиция Беларуси была интересна для остальных участников этого форума? Беларусь очень часто называют легкими Европой. Более 40% вашей страны покрыты лесами. Вы помогаете миру и Европе дышать, и это очень хорошо. Но, конечно, с изменением климата и повышением глобальной температуры есть негативное воздействие на Беларусь. Поэтому данная тема имеет особое значение для Беларуси, как с точки зрения положительного воздействия вашей страны на мир, так и с той точки зрения, каким образом Беларуси удается снизить негативное воздействие на себя как на страну. Санако, я знаю, что во время саммита были определены некоторые сферы, где нужны срочные действия. Расскажите подробнее об этих сферах. Одной из основных причин изменения климата мы считаем увеличение населения планеты. Более 7 миллиардов. Все больше людей начинает жить в больших городах. Это одна проблема, что делать с растущими городами. Как обеспечить то, чтобы сельское хозяйство ограничило выброс углерода? Транспортный сектор. Как обеспечить, чтобы все старые машины, автобусы, которые выбрасывают клубы черного дыма, не ездили по нашим дорогам? Как обеспечить то, чтобы мы могли адаптироваться к изменению климата и его негативному воздействию на нас и наши семьи? Также люди должны задуматься о том, как они будут платить за все изменения, не меняя свой стиль жизни. Итак, мы снова в студии нашего утра. Пьем кофе Яковс вместе с постоянным координатором ООН в Беларуси Санакой Самарасинхой. Санакой, я бы хотела узнать, что может сделать каждый житель Беларуси, каждый житель планеты Земля. Для того, чтобы мы все-таки сохранили этот мир. Во-первых, нам необходимо быть в ответе за наши поступки. Мы не должны ожидать, что люди будут решать проблемы, которые мы создаем. Так, любой мусор, который мы выбрасываем, нам необходимо подумать, как его переработать. Если мы спиливаем одно дерево, нам необходимо подумать, можем ли мы всадить два дерева. У нас есть семьи и дети. Мы должны думать, какой мир мы оставим для них. Как мы будем их обучать, чтобы они, в свою очередь, могли позаботиться о мире и оставить что-то своим детям. Мы можем изменить мир, если мы осознаем тот факт, что мы и никто другой в ответе за наши поступки. Ну и еще, в заключении нашей беседы, хотелось бы узнать, как вы оцениваете уровень сотрудничества Беларуси с ООН? Каковы дальнейшие перспективы этого сотрудничества? Необходимо помнить о том, что Беларусь стала одной из стран-основательниц ООН. Беларусь, первая из стран бывшего Советского Союза, открыла офис ООН в своей стране, который я в настоящее время возглавляю. Беларусь сделала огромный вклад во всемирные проблемы по борьбе с торговлей людьми. Например, первый международный день по борьбе с торговлей людьми, который будет отмечаться ежегодно, стал инициативой Беларуси. В этом году его отмечали впервые. Беларусь сыграла очень важную роль и помогла миру научиться, как извлечь урок из ужасной катастрофы, такой как Чернобыль. Теперь Япония учится в Беларуси, и это проходит через систему ООН. Беларусь стала примером для подражания в отношении роли семьи в обществе. В мире с этим есть значительная проблема, потому что люди не ценят концепцию семьи. Беларусь играет очень важную роль в продвижении проблем и возможностей, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода, такие как Беларусь. Дело в том, что как только достигнешь среднего уровня дохода, люди считают, что все их проблемы решены и впереди только успех. Но у стран со средним уровнем тоже есть трудности. Таким образом, Беларусь сделала большой вклад на мировом уровне через систему ООН. Большое спасибо за то, что вы приняли участие в нашей программе, за интересную беседу и наш традиционный презент от нас и от нашего партнера Кофе Якобс. На здоровье! Я напомню, что за чашкой Кофе Якобс был постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха.